Новые знакомства, впечатления и обсуждения работы. Именно так выглядит второй день фестиваля региональных телепрограмм в кадре. Напомню, участниками стали представители 15 телекомпаний Ленобласти и городов-спутников атомных станций. Сегодня журналисты посетили учебно-тренировочный центр Ленинградской атомной станции. Подробности у Дианы Петровой. Большинство из журналистов сегодня впервые перешагнули порог атомной станции. Участников фестиваля интересовало буквально все. Сначала презентация о работе ЛАЭС в целом. Для людей, живущих достаточно далеко от такого предприятия, весьма важным оказалось количество микрорентген на датчиках в 30-километровой зоне. А именно на базе Копанское, где сейчас живут журналисты. Было задано и много других вопросов. Впечатления от экскурсии самые необыкновенные. Непонятно, как один или два человека могут уследить за всем процессом, за всеми этими кнопочками, датчиками, тумблерами и прочим оборудованием. Как у них, я не знаю, там голова кругом не идет. Поэтому те люди, которые работают здесь, они просто, я не знаю, герои. Ну, впечатлений, конечно, много. Очень жаль, что мы не попали в святая святых, а только в учебном центре. Но и все равно впечатляет такая громада, за которой управляют люди, следят за безопасностью, за тем, чтобы у нас было электричество. Это все очень интересно. Сегодня у участников фестиваля, пожалуй, самый сложный день. Две обширные экскурсии на ЛАЭС и строящийся ЛАЭС-2. Затем специализированный круглый стол, который пройдет на Копанском. Но и самое главное – отсмотр всех конкурсных материалов. Всего их 85. Этот момент грозит растянуться на весьма приличное количество времени. Закончатся просмотры ближе к ночи. Но это не пугает журналистов. Затем и приехали – знакомиться, общаться и обсуждать увиденное. Оказывается, что у нас очень много общего, есть о чем поговорить. Это приятно, потому что говоришь на одной волне, тебя с полуслова понимают, и находишься как бы в своей сфере такой. И хочется много говорить, много есть о чем сказать, и друг друга перебиваем там. В общем, очень здорово, интересно. Хороших знакомств. Не побед, потому что победить очень и очень сложно, а именно знакомств, каких-то контактов. Ну, с пользой провести время, пообщаться, узнать, как другие люди работают. Расширение горизонтов, в первую очередь. Мне, как человеку, который напрямую связан непосредственно со съемкой, мне это интересно. Очень хотелось бы посмотреть на работы других участников и сделать соответствующие выводы, понять, какие моменты можно ослабить, а на что стоит надавить с точки зрения повышения профессионализма. Ну а завтра жюри подведет итоги конкурса и выберет лучших. Победители будут чествовать 2 июня на церемонии закрытия фестиваля. Диана Петрова, Анна Шохина, СТВ.